Здравствуйте, я Анна Галюта и вы смотрите программу Лукавые новости, где мы разоблачаем вранье и пропаганду. В белорусском провластном телеграм-канале Невальфович появилось видео с русской озвучкой, в котором показаны кадры, где американский танк Абрамс не может справиться с зимней погодой. Основной танк вооруженных сил США оказался непригодным для использования в зимнее время. В сети набирает популярность видео, на котором показаны неудачные попытки танка вооруженных сил США М1 Абрамс взобраться на гору. Несмотря на то, что тяжелая боевая машина, которая является основным танком американской армии, обладает огромной мощью, бронетехнику смогли остановить всего несколько сантиметров снежного покрова, танк просто начал скользить и катиться вниз по склону. На представленных видеокадрах вы можете увидеть неудачную попытку американского тяжелого танка М1 Абрамс преодолеть холм. В общей сложности было предпринято несколько попыток, но тяжелая боевая машина так и не смогла преодолеть такое препятствие. Источником фейка оказалась российская передача «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым. В сюжете было показано видео, опубликованное год назад на ютубе. Но его ни в коем случае нельзя называть показательным, так как в интернете можно найти много и других видео, где Абрамсы без проблем проходят по заснеженным или обледенелым дорогам. К тому же армия США проводила испытания танков на Аляске в 2020-2021 годах. Специально в максимально суровых зимних условиях. Согласно отчету были выявлены некоторые недостатки, но ничего не говорится о неспособности Абрамсов проходить по снегу или льду. Что интересно, даже пророссийские военные аналитики высказывали, что нельзя судить о возможностях военной техники противника по таким роликам. Вот цитата Игоря Коротченко из статьи на портале «Полит Россия». Кстати, портал входит в медиагруппу «Патриот», попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. «Американский Абрамс – это отличная техника. Поступление этих танков в состав ВСУ в достаточном количестве и при наличии обученных экипажей из числа украинских военнослужащих создаст нам проблему, которую так или иначе придется решать». А вот еще одна цитата российского автомобильного портала «Ту Драйв», который разобрал видео с неудачной попыткой Абрамса заехать на Снежный холм. Журналисты издания заметили, что у танка на гусеницах резиновые накладки, которые не предназначены к таким условиям. Попавшая в глобальную сеть видео быстро собрало огромное количество комментариев. Вот только история умалчивает о том, почему на Абрамсе установлены гусеницы с резиновыми накладками. По видео непонятно, то ли это гусеницы резинометаллические, то ли на них просто стоит резиновая защита для езды по асфальту. В любом случае она играет роль отличных лыж. Без нее картина была бы совершенно другой. Да и военнослужащие, возможно, решили просто взять гору на слабо. Короче, за фейк о том, что танк ВС США Абрамс оказался непригодным для использования в зимнее время, премию «Пиноккио» отправляем телеграм-каналу Невальфович, а также Дмитрию Киселеву. Украина просит страны Евросоюза выдавать украинских мужчин, которые подлежат мобилизации. Такая новость появилась в телеграм-канале «Белорусская кухня». Страны ЕС будут выдавать украинских мужчин, подлежащих мобилизации. Украина направила официальное обращение в страны ЕС с просьбой оказания помощи в розыске, поимке и переправке на Украину мужского населения незалежной призывного возраста, которые прячутся от мобилизации. Литовцы уже согласились. На самом деле литовцы ни на что не соглашались. Вот официальное опровержение посольства Украины в этой стране. Посольство получило от миграционной службы Литвы информацию о попытках мошенников, которые представляются работниками миграционной службы Литвы, собрать данные о временно перемещенных гражданах Украины в Литве. Интернет-мошенники используют официально несуществующий электронный адрес для распространения дезинформации и пытаются незаконно собирать данные о гражданах Украины. Короче, за распространение фейка о том, что Украина просит страны Евросоюза выдавать украинских мужчин, которые подлежат мобилизации, премия Пинокки отправляется в белорусской кухне. В провластном телеграм-канале показали фото туристов в Берлине на фоне необычной таблички в зоопарке. В Германии угорают над потогами Зеленского заполучить немецкие танки. В зоопарке Берлина появилось такое объявление. Убедительная просьба не кормить леопардов пустыми разговорами Зеленского. Животное может стошнить. Интересно, знает ли мужчина с фотографией, что обычное селфи возле берлинского зоопарка было украдено и использовано как элемент пропаганды. Ведь оригинальный снимок выглядит вот так. Кроме самого логотипа берлинского зоопарка на вывеске ничего не изображено. Ну а белорусской кухне очередная премия Пиноккио за фейка надписей в берлинском зоопарке, которой на самом деле не было. Новость, которую опубликовали пропагандисты, а стыдно почему-то нам. Во львовской клинике проводится уникальная акция по лечению бесплодия. Теперь под лозунгом «Возродим нацию» украинкам предлагают подсадить в себя иякулят, полученный руками неонацистов Азова. Сама клиника находится во Львове на улице Героев УПА. Правильно же. А где еще будущий молодой нацист может начать свой жизненный путь? Как ни на улице, названной в честь Бандеры, Коновальца и Мельника? По такой аналогии все белорусы, которые родились на улицах с коммунистическими названиями, с рождения должны были стать коммунистами. Да вот как-то не получилось. Как вы уже могли догадаться, такой услуги во львовской клинике «Альтернатива» нет. Это подтвердили нам в клинике кратким комментарием. Это фейк. Короче, за абсурдный фейк премия «Пиноккио» отправляется распространившему его телеграм-каналу «ЖС Премиум». Мы не раз делали сюжеты про фальшивые обложки иностранных изданий. В этот раз жертвой стал польский еженедельник Политыка, которому в Беларуси нарисовали обложку к якобы новому номеру. От подписчика. Не со всех кораблей крысы могут сбежать живыми. С таким заголовком вышел польский журнал «Политыка». Видимо, поляки тоже оценили последние крысиные бега в украинской верхушке. Не показывайте Арестовичу. Как вы могли догадаться, номера с такой обложкой в Польше не выпускали. На фейковой картинке стоит номер выпуска 63400. Такой вышел только 31 января, то есть позже, чем опубликовали в пропагандистском телеграм-канале. И обложка у него совсем другая. Короче, за фейковую обложку польского журнала «Политыка» премия «Пинокки» отправляется в телеграм-каналу «Шкварка». В клубе редакторов белорусский политический деятель Олег Гайдукевич заявил, что танки «Леопард» могут использовать элементы тактического ядерного оружия. Какое было заявление России? Прекрасно они знают, что эти танки «Леопард» могут использовать элементы тактического ядерного оружия. Нет, это не означает, что украинцам передали ядерное оружие. Судя по всему, Гайдукевич говорил про бронебойные снаряды с обедненным ураном, которые применяют и для увеличения крепости брони военной техники, например, танков. Использование этого элемента вызывало много споров. Но в итоге многочисленные международные организации, среди которых МАГАТЭ, Агентство ООН по окружающей среде и Научный комитет по рискам для здоровья и окружающей среды Комиссии ЕС в своих исследованиях не обнаружили никаких клинически значимых отклонений, связанных с воздействием излучения обедненного урана. Также не было обнаружено никаких специфических проблем со здоровьем у ветеранов военных компаний, в которых применялись боеприпасы с обедненным ураном. Более того, российские танки могут использовать такие же бронебойные снаряды с обедненным ураном, так как еще несколько лет назад, после модернизации, некоторые танки получили такую возможность. Ну а за безосновательное заявление премию «Финоккио» вручаем Олегу Гайдукевичу. Иван Эйсман в клубе редакторов решил обхитрить зрителей очередной недоговоренной цитатой. Билл Гейт, читали, да? Назвал украинское правительство одним из худших в мире, коррумпированным и контролируемым. Но, возможно, Эйсман и просто скопировал эту новость из российских ресурсов, не проверив ее источника. Но это уже не важно, ведь дальнейшие обсуждения отталкивались от этой фразы. Цитату вырезали из интервью Гейтса австралийскому аналитическому центру, где среди прочего обсуждалась война в Украине. И вот как основатель компании «Майкрософт» ответил на вопрос о лидерстве Зеленского. Это очень впечатляет, что он был способен собрать страну вместе для противостояния. Люди не ожидали, что Украина будет успешной в противостоянии России, ее попыткам завладеть всей страной. Как оказалось, Россия значительно слабее и менее умна, чем ожидалось, а Украина гораздо сильнее. Перед войной украинское правительство было одним из худших в мире. Коррумпированное контролировалось несколькими богатыми людьми. Я имею в виду к несчастью для людей из Украины. Сельскохозяйственные земли в Украине лучше, чем в США. Это хлебная корзина Европы. У нее невероятное расположение. Надеемся, после войны по мере ее восстановления она сначала будет соответствовать восточноевропейским стандартам, а затем в конечном итоге европейским. В целом, это очень многообещающая страна, но в то же время она разрушается, и никто не знает, как долго эта война продлится. Так что Билл Гейтс рассуждал в негативном ключе об Украине перед войной. Ну а премию Пиноккио вручаем Ивану Эйсманту. Один из польских институтов провел второе исследование об отношении поляков к войне в Украине. Главный фокус работы направлен на выявление настроений, которые формируются под воздействием российской пропаганды. Авторы исследования озвучили людям восемь основных прокремлевских нарративов. Таких как «Война» — это либеральный заговор западных элит, которые в том числе запланировали пандемию. В результате исследования авторы пишут, что по сравнению с сентябрьским опросом можно увидеть рост степени согласия поляков с тезисами в пользу политики Путина. Но также стоит отметить, что такой результат может быть связан с большей усталостью от войны и ее последствиями, а также с общим негативным настроением, которое наблюдается в обществе. Высокая инфляция, рост цен, сильные опасения за будущее. При этом наибольшая степень одобрения тезисов в пользу путинской политики наблюдается у тех, кто получает информацию о происходящем в стране и мире из социальных сетей. Это касается наиболее молодых людей. А как об этом написали в пролукашенковском телеграм-канале? Загадочный момент. Несмотря на то, что авторы поста в шкварке дали ссылку на польскую статью, они решили переделать результаты исследования в свою пользу. Все больше поляков поддерживают сторону России в украинском конфликте. В ходе опроса выяснилось, что 51% респондентов согласились со всеми тезисами, предложенными в рамках исследования. Хотя в сентябре 2022 года в ходе такого же опроса их было лишь 32%. Это рост на целых 19%. Вот интересные цифры из опроса, и они несколько отличаются от тех, которые были опубликованы в телеграм-канале Шкварка. В настоящее время 41% поляков согласны как минимум с четырьмя из восьми утверждений, включая 14% согласных со всеми или почти со всеми опрошенными утверждениями. По сравнению с сентябрем прошлого года количество таких ответов увеличилось только на 7% пунктов с 34%. В настоящее время 24% поляков не согласны ни с одним из утверждений о войне в Украине в соответствии с интересами Путина. Напротив, 35% выражают свое утверждение от одной до трех установок. В общем, за потасованные результаты опроса премия Пиноккио отправляется в телеграм-каналу Шкварка. Меня зовут Анна Галета, вы смотрели программу «Лукавые новости», где мы разоблачаем вранье и пропаганду. До встречи через неделю!